Мы продолжаем рассказывать о сессиях советов, на которых подводятся итоги работы администрации сельских поселений за 2019 год. На открытой сессии Совета Целинного сельского поселения побывали наши корреспонденты. Смотрите в репортаже подробности этого события. Необходимо проанализировать все сделанное за год и в случае необходимости внести изменения в работе, чтобы двигаться дальше. Именно поэтому и проводятся открытые сессии, на которых обсуждается широкий круг вопросов. В составе Целинного сельского поселения только один поселок Целинный, где проживают 1857 человек. Из доклада главы поселения все узнали, что за 2019 год поселением выполнены все плановые показатели по формированию бюджета, собранные средства, направленные на развитие социальной сферы и благоустройства. На коммунальное хозяйство благоустройства поселения израсходовано 1 миллион 872 тысячи 600 рублей. Это содержание уличного освещения 239 тысяч рублей. Выполнение мероприятий по благоустройству на сумму 1 миллион 101 тысяч. Приобретение четырех насосов на водонаборные башни на сумму 160 тысяч. Приобретение образовательной частоты на станцию водоочистки 65 тысяч рублей. Приобретение мусорных контейнеров на сумму 140 тысяч. Выполнено ограждение четырех контейнерных площадок. Кроме того, было сделано многое по благоустройству и наведению санитарного порядка. Все это позволило территориальному органу общественного самоуправления поселка Целинного занять третье место в краевом конкурсе. Глава Славянского района Роман Сенеговский отметил, что в поселении слаженно работает одна команда. И есть зримые перемены к лучшему. Прирастает бюджет, в местном хозяйстве создаются рабочие места, построен красивый храм, открыт памятник, посвященный подвигу героев Великой Отечественной войны. Много хорошего сделано за 2019 год на уровне всего района. И об этом рассказал Роман Сенеговский. Участие района на условиях софинансирования в краевых целевых программах и реализация муниципальных программ по развитию водоснабжения и теплоснабжения, систем наружного освещения населенных пунктов, ремонту дорог позволило решить ряд проблем жилищно-коммунального хозяйства. Общее вложение в отрасль ЖКХ в 2019 году составили 115,7 миллионов рублей. Фонд в объеме была подготовлена к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года тепловое, водопроводное, энергетическое хозяйство, всемно-квартирные дома и объекты социальной сферы. Затем жители поселения озвучили ряд вопросов, которые их беспокоят. В частности, это касалось ограждения детского сада. Обратите внимание на забор, который стоит за этой гранатчикой. Там, дело в том, что там столбы, на которых он стоит, они чугунные, они уже обломились. И завход бедный, все время их подвязывает веревочкой, но это никуда не дадится. Вы, пожалуйста, хорошо, сделайте это себе. Мы сейчас заедем на свой вопрос. Глава Славянского района сразу же отвечал о возможности решения. Если было необходимо разобраться, чтобы решить вопрос, говорил и об этом. Немало спрашивали о здравоохранении, в том числе о получении лекарств. Первый вопрос. Годное обеспечение годными лекарствами. Ситуация напряженная, действительно, очень направо. Проблем много на сегодняшний день. Много необеспеченных рецептов, которые висят по 10 дней, как в рамках закона, да, и свыше 10 дней. Проблема с выпиской. Наши телефоны всегда открыты, горячие линии, приемные, пожалуйста, обращайтесь, будем помогать. Проблемы еще есть, но они постепенно решаются. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко положительно оценил работу сельского поселения. Хотел бы сказать, что поселение сработало очень хорошо. Мы видим много объектов. Есть ДШИ, дети ходят, развиваются эти комиссии. Мы понимаем, что сегодня сложно, сегодня трудно. Но мы сегодня давайте вместе решать. То, что можем, мы все поможем. Депутатами Совета и жителями работа главы и администрации целинного сельского поселения признана удовлетворительной. В целом жители довольны уровнем благоустройства и тем, как живет и развивается поселение. Поселок компактный. Есть школа искусств для детей. Очень хорошая школа. Здесь всегда такое движение, здесь всегда люди на улице. Нет какого-то затишья. Праздники проходят очень хорошо. Нам здесь комфортно. Улицы освещенные. Дальше у нас дороги тоже благоустроены. Везде есть тротуары. Нет таких, допустим, улиц, где не было бы тротуара. Везде можно пройти. Недавно провели освещение по улице Черемушки и по улице Зеленой возле почты. Но вечером тоже идти уже не страшно, не опасно. Спасибо, хочу сказать нашему главе, то, что автобус, который по выходным, в воскресенье на 9.40 он выезжал со Славенска, его по выходным не было. Сейчас этот автобус стал к нам ходить. Останавливаться на достигнутом в целинном сельском поселении не намерены. И в нынешнем году работа по благоустройству и наведению санитарного порядка будет продолжена. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа события. Программа события.